Приветствую вас и то что вы можете сделать в этой ситуации. Поскольку мужчина, как вы пишете, не хочет, значит так, он боится оботрать свободу, когда уже есть ребенок. То есть получается, что ваш мужчина знает, что у вас есть ребенок и не хочет принимать ответки за него и за вас, боится потерять свободу, которая у него есть сейчас и которой не будет, если он с вами вступит в более близкие отношения. Что в этой ситуации можно сделать, так это только то, что показать ему, что вы от него не зависите. Дать ему понять, что если он не готов, то вы не будете его терпеть, вы не будете его считать, вы не будете надеяться, когда он там будет готов. По-моему, он вообще очень долго не будет готов. Так что теперь придется считать. Вам нужно показать, что вы независимы от него, что вы готовы с другими мужчинами общаться, что вы готовы другие отношения заводить, других мужчин смотреть. дать ему понять, что он может вас потерять. И вот если мужчина увидит реально возможность вас потерять, он увидит, что вы действительно можете уйти от него. уйти от него. Но тогда его чувства дадут от себя зла. И это будет проявлением этих сил. Либо он будет вас возвращать, либо он позволит вам уйти. И если он позволит вам уйти, значит вы никогда его особо не волновали. А если он будет вас покращать, значит вы ему дороги. И он поймет, что хочет с вами быть. Тут нужно понимать, что женщина с ребенком это очень особенный вид женщин. Женщина с ребенком, на первый взгляд, конечно, ну воспринимается тяжелее. То есть, эта тяжесть, она заключается в том, что вроде как больше хлопот, да, больше орлес. Но с другой стороны, женщина, которая с ребенком, она умеет как минимум любить, заботиться, хранить очаг, да. И что это значит? Это значит, что для мужчины серьезного, который себя сознает, который знает, что он хочет, который нагулялся, это идеальный вариант. Вот идеальный вариант, настолько, насколько это может быть. Такая женщина. Изменять ему скорее всего не будет. Такая женщина, его заботой окружит. Любить она умеет. Их арестовести умеет. То есть, все в этой женщине есть для идеальных отношений. Но мужчина для этого должен быть готов. А он не готов сейчас. И подтолкнуть его к этой готовности вы можете только через то, что я вам предложил. По-другому никак не получится. Если у вас есть сомнения в самой себе, то эти сомнения нужно развеять. Добавить уверенность в себе. Понять, почему вы себе сомневаетесь. Что заставляет вас в себе сомневаться? Что заставляет вас думать, что вы только с этим мужчиной можете построить отношения, а не с другим. И если действительно есть проблемы с новоотделкой, их нужно убрать. Убираются они путем достижения успеха в других сферах жизни. А в зависимости от мужчины, если она и есть, собирается в осознание своих потребностей, связанных с этим мужчиной. Вот что он вам дает, кроме личных отношений? Кроме желания близости, желания сделать человека счастливым и желания быть с ним. Что еще он вам дает? Вот это нужно отделить и добиться самостоятельно. Без, ну по сути, без его участия. Потому что зависимость это нуждаемость. Нуждаемость это всегда потребность. Потребность в чем-то. И вот, конечно, будет не очень легко, потребность придется перенаправлять в другое русло. Это может быть непривычное для вас русло, но это возможно. И вот эти варианты, этот путь поможет вам, ну, собственно говоря, прийти к какому-то решению, к какому-то результату. Поможет вам обрести хотя бы, ну, себя в отношениях. И, собственно, поможет вам получить определенность в жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше.